Сегодня свои долгожданные квадратные метры получили более 150 ветеранов и сотрудников Министерства внутренних дел Дагестана. Люди, которые буквально с прошлого века стоят в очереди за заслуженными квартирами, наконец получили ключи из рук министра МВД Дагестана Абдурашида Магомедова. Подробнее Заур Дельгиреев. Четыре подъезда, 169 квартир, 18 тысяч квадратных метров. Самый крупный строительный проект за всю историю МВД Дагестана. Сотни семей с сегодняшнего дня смогут заехать в свои квартиры. Ветераны МВД, люди, которые десятки лет охраняли спокойствие граждан нашей республики, наконец получили ключи из рук министра МВД Магомеда Абдурашидова. Харилова Патимат Гусеевна, пенсионерка МВД. Мы все понимаем, что жилье это очень важная часть нашей жизни. Может быть самая важная часть. И поэтому мы все вместе с вами радуемся тому, что сегодня мы имеем возможность предоставить вам это жилье, которое многие из вас ждали очень долго. По 15-20 лет это огромное время, чтобы получить жилье. Я думаю, было бы справедливо, если бы через год-два после того, как люди поступают в полицию и нуждаются в жилье, могли бы его получить. Абдурашид Магомедович поблагодарил Министерство внутренних дел России. Учитывая непростую экономическую обстановку в стране, был сформирован бюджет, исходя из которого было построено прекрасное здание из качественных материалов. И все за каких-то неполных два года. Дом сдан в эксплуатацию с чистой отделкой и полностью оборудованными жилыми помещениями, в которых установлены межкомнатные двери, выполнена оклейка стен обоями и покраска, настелен ламинат. Также установлена сантехника. В целях обеспечения пожарной безопасности квартиры оснащены автономными дымовыми пожарными извещателями и установками внутреннего пожаротушения. Жилой дом имеет полное инженерное обеспечение от городских сетей. Кроме того, выполнены работы по устройству дорог, тротуаров, дорожек и автомобильных парковок. В непосредственной близости от дома есть вся необходимая инфраструктура. Детская игровая площадка, аптеки, магазины, школы и детские сады. Распределение квартир проходило исходя из семейного положения. К примеру, ветераны, у которых нет детей, получили однокомнатные квартиры. Ну а те, у кого дети есть, получат по двух и более комнатным квартирам. Дорогие друзья, искренне вижу радость в ваших глазах. Многие ветераны в первый момент, когда объявили им, даже не поверили. Не может такое быть. Поэтому радости вот так, чтобы вы могли поселиться в ваших квартирах. Также министр сам осмотрел квартиры и убедился в качестве сделанной работы. Спасибо. 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 Спасибо.